Учитесь фингерестайлу только со мной. Ну а что тут говорить, правда? Привет, друзья, это канал Ваня Научи. Меня зовут Иван Захаренко. Наконец свершилось долгожданный разбор на бегин, который вы так долго просили. Собрали уже больше 5000 лайков давно, друзья. И теперь настала моя очередь выполнять свои обещания и делать разбор для вас. Почему так долго не было? Да потому что я долечивал свою простуду, так и не долечил. Поэтому сразу сори за мой заложенный нос. Но решил уже не томить вас долгим ожиданием и, наконец, сделать разбор на бегин. Если вы до сих пор не видели полную аранжировку, обязательно нажимайте сюда или по ссылочке в описании смотрите полный кавер. Ну и также традиционный конкурс, друзья. Просто за комментарий под этим видео вы можете выиграть бесплатные табы на полную аранжировку. Поэтому оставляйте комментарий любой по ссылочке в описании. Оставляю свой инстаграм. Через пару дней объявлю победителя за лучший комментарий. Вручу одни бесплатные табы. Как всегда, друзья, сегодня мы разбираем самые яркие и самые сочные места этой аранжировки. Полный же разбор будет доступен для спонсоров канала уровня разведчик и выше. Как на эту аранжировку, так и на многие другие самые крутые аранжировки своего канала. Поэтому, друзья, подробнее об условиях спонсорства читайте по ссылочке в описании. Либо просто нажимайте кнопку спонсировать, если вы ее видите. Если вы ее не видите, то, к сожалению, функция спонсорства в вашей стране пока еще не доступна. Поэтому вы можете такую же спонсорскую подписку оформить на моем патреон. Также ссылочку оставляю в описании. Ну что же, друзья, теперь, наконец, с формальностями разобрались. Переходим к разбору. Сразу скажу, друзья, аранжировка непростая. На 10 фингербаллов это максимальная оценка по моей шкале фингербаллов. Напомню, что я оцениваю свои аранжировки по фингербаллам. Вы можете переходить по хэштегам. Каждая из аранжировок помещена хэштегом, что удобно. Поэтому выбирайте подходящий для себя уровень сложности и разучивать те аранжировки, которые вам подходят. Эта же аранжировка действительно непростая. 10 фингербаллов, друзья. Поэтому будьте готовы. Я вас предупредил, потому что будут достаточно сложные моменты, которые даже мне было непросто сыграть. Тем не менее, мы сегодня с ними разберемся. Если вы готовы, то вы красавчики. Давайте приступать к работе. Итак, касательно строя. Шестая струна у нас настроена в ноту ре. Дроп ди строй. То есть шестую вам нужно перестроить на тон ниже. Используйте, пожалуйста, тюнер. Это, думаю, несложно для вас. Шестая, то есть должна у нас созвучно быть с четвертой открытой струной. Далее вешаем каподастер на второй лад. И все, вы играете со мной в оригинальной тональности. По поводу каподастеров, друзья. Ну, наконец уже, если хотите играть крутые аранжировки, купите себе. Если у вас все еще нет, в фингерстайле очень часто используется каподастер. Итак, друзья. Дальше переходим к красивому вступлению. Начинается аранжировка именно с него. В целом, если оно вам недостаточно импонирует, можете пропускать, переходить сразу к интересной перкуссионной части. Тем не менее, мы разберем, потому что здесь используется очень интересный прием трель. Такого еще на моем канале не было. Очень хочется вам об этом рассказать. Итак, друзья. Начинаем со слайда на четвертой струне. С пятого на седьмой лад. Вот так красиво едем. Можем даже с четвертого на седьмой. Еще интереснее будет. Дальше играем третью струну на четвертом. Потом на пятом. Потом снова четвертую струну на седьмом ладу мизинцем. Друзья, сразу скажу, рекомендую играть все моими пальцами. Теми пальцами, которые я предлагаю. Потому что, ну, поверьте, что другими в некоторых местах вы вот точно не сыграете. Поэтому доверяйте мне, играйте тем, что я предлагаю. Или, если не говорю, то хотя бы повторяйте по видео за мной. Итак, еще раз. После того, как сыграли четвертый, пятый лад на третьей струне, опять играем четвертую на седьмом ладу мизинцем. И затем снова играем третью на пятом. Есть. Вот у нас первые с вами есть пять нот. Далее, друзья, переходим как раз таки к треле. Играем третью струну на четвертом ладу. И вот видим здесь. Основной звук у нас треле это как раз таки четвертый лад на третьей струне. А в скобочках нарисована пятерочка. Маленькая. Это, соответственно, вспомогательный звук треле. И сверху вы видите тр, что означает тре. Это значит, что мы будем здесь играть так. Вот она трель. Собственно, трель это когда мы играем две ноты поочередно. Вот такое вот дребезжание. Неустойчивое. Итак, что же здесь происходит? Сыграли основной звук. Третью струну на четвертом ладу. И дальше играем просто серию хаммеров и пуллоффов. Смотрите, средним пальцем ударяю по пятому ладу. Делаю хаммер. Затем делаю пуллофф. Опять на четвертый лад. Потом то же самое делаю безымянным пальцем. Потому что одним пальцем довольно сложно сделать это быстро. А нам придется разогнаться. Поэтому я поочередно сначала делаю хаммер средним. Пуллофф средним. Затем то же самое делаю безымянным. В целом вы можете просто поупражняться для начала. Для того, чтобы научиться вот так вот пальцы чередовать. Это очень полезно в целом для левой руки. Для техники левой руки. Ну и после того, как у вас неплохо это получается, вы можете, собственно, посчитать примерное количество. Потому что никогда нет точного количества, сколько трель играется. В старинной музыке во времена Баха, 18, 19 и даже 17 век здесь трели играли по вкусу. То есть вот как исполнитель решает, сколько ему хочется, столько он и играет. Поэтому я не могу сосчитать. Ну, наверное, могу. Порядка шести раз. Вот эта вот история, когда вы делаете полный хаммер и пулов, называется колено. Если я не ошибаюсь. Так вот, я делаю таких четыре или шесть колен. Сложно. Давайте попробуем. Да, шесть. То есть заканчиваю тоже на безымянном пальце. И того получилось, что я ударил средним безымянным, средним безымянным, средним безымянным. Вот так. И причем, обратите внимание, я делаю это с ускорением. Сначала сыграл. Вжался так в третью струну. Да. Потом медленно начинаю раскачивать и под конец ускоряюсь. Непростой элемент, конечно. Я предупреждал. Итак. Супер. С релью справились, допустим. Дальше переходим на третью струну на второй лад безымянным пальцем. Сыграли ее. И играем одновременно шестую струну на втором ладу и третью на первом. Но не совсем одновременно. Видите, стоит вот этот вот значок арпиджиата. Поэтому предлагаю разделить. Сначала бас, а потом сразу же третью струну. То есть вот так вот. Поочередно. Бас и потом третья струна. И того получилась вся фраза. Слушайте, а я, по-моему, даже четыре колена играю. То есть короткая достаточно трель. То есть получается два раза среднему и два безымянным. Да, этого будет достаточно. Но не буду врать. Может быть на записи по-другому. Нужно смотреть вам уже самостоятельно это делать. И после того, как вы сыграли шестую и третью, дальше играем аккорд Е. Доставляем четвертую струну на втором ладу. И играем короткое арпиджиата. Четвертая, третья, вторая, первая. Тихонечко на фоне вот этих двух нот. И того получилась вот такая потрясающая фраза. Смотрите, когда будете играть вот этот вот аккорд, не заглушите основной вот этот вот звук. Третью струну. На первом ладу. То есть этот аккорд мягко на фоне. И, друзья, есть первая фраза. Вторая фраза будет так звучать. Тоже здесь есть трель короткая. Начнем мы с короткого такого форшлага. Четвертую струну на втором ладу. Переходит во вторую струну на первом. Такой широкий ход. Дальше играем вторую открытую. И здесь у нас вторая открытая. Это основной звук. А вспомогательный это как раз таки первый лад на второй струне. Можно, конечно, делать одним пальцем. И мне кажется, что я одним пальцем даже трель играл. Но, наверное, здесь лучше также чередовать. То есть делаем хаммер по первому ладу, затем пулов. Соответственно, на вторую открытую струну. То же самое делаем средним пальцем. Вот так вот по очереди. Тоже с раскачкой. Но здесь она подлиннее. Порядка шести колен. Но тоже не буду утверждать. Итак, на свой вкус, опять же, друзья. И заканчиваем все это дело третьей струной на втором ладу. Сыграли. Устойчивую ноту. Все, друзья. На этом наше вступление закончилось. Дальше мы играем вот такой вот щелчок. И будет вот такой короткий затакт. И сейчас мы с ним разберемся. Давайте еще раз вам сыграю все вступление. После паузы, после того, как вот прождали третью струну на втором ладу, дайте ей чуть-чуть позвучать. Щелкнули. И вот этот ваш щелчок, вот тут уже с этого момента начинается самое мясо, самая колбаса, то есть основной темп мы берем абсолютно другой. Четверть 128 у меня написано. С этого момента все, начинается мясо. Поэтому вступление учим отдельно, а вот дальше начинается основная часть аранжировки. Итак, друзья. Четвертый такт. Четверть 128. Начинаем со щелчка по басовым струнам. И играем вот такой вот затактик басовый ход. Смотрите. Я сразу же играю это ногтем. Это удобнее. Видел варианты. Но большим пальцем это такое себе играть. Поэтому рекомендую все-таки делать это так. Итак, что мы делаем? Пятая открытая. Затем шестая на пятом ладу. И сразу же шестая на втором ладу. То есть сыграл пятую открытую вниз. Затем шестую на пятом ладу вверх. Как будто медиатором. Переменный штрих, да? Потому что вот эти две быстрые ноты. Пятый и второй лады. Поэтому их играем вверх-вниз. Вниз, вверх-вниз. Затем играем первый лад на шестой струне. И шестую открытую. Тоже вверх-вниз. То есть начинаю вниз, потом вверх-вниз. Вверх-вниз. Чтобы быстро достаточно успеть. И сразу же после этого басового хода выхожу на слэп. По четвертой струне на втором ладу. И третью струну прижали на втором. Четвертую и третью на втором. И слэп будем делать по пятой, четвертой и третьей струнам. При этом шестую я изолировал большим пальцем. Вот так вот. Если вы смотрели разбор на аранжировку Take Me Too Chatch, наверняка вы с этим знакомы. Если нет, обязательно посмотрите. Там подробно говорю об этом приеме. Итого. Вот такая фраза у вас должна хорошо получиться. Все, друзья. Переходим в основную часть. Это такое короткое вступление к припеву. И звучит оно следующим образом. Вот перешли к самому интересному. Уверен, именно ради этих частей вы и смотрите этот разбор. Поэтому, друзья, погнали. Итак, сыграли слэп. Далее играем выброс по этим же, по четвертой и третьей струнам. Всегда стоим в этом аккорде, ничего не трогаем. Я на всякий случай еще дожимаю вторую струну на первом ладу, чтобы стоять в аккорде АМ. Ну, в случае, если вдруг зацеплю выброс, такая штука непредсказуемая, то буду звучать нормально. Потому что, если не поставите, у вас другой аккорд совсем будет звучать. Итак, сыграли слэп. Дальше выброс. Причем слэп играем с бочкой. Кик плюс слэп. Слэп это движение, когда мы большим пальцем играем. Совсем вам уже не рассказал. Вот такое вот движение. Ударяем и сразу же отпрыгиваем. Итак, сыграли слэп. Потом выброс. Выброс, щелчок плюс удар по четвертой и третьей струнам. Затем цепляем указателем средним пальцами четвертую и третью струны. Затем делаем это еще раз. И сразу же после этого играем пятый открытый бас вместе с бас-бочкой. Вот сейчас надо это выучить детально. Слэп. Выброс. Та-па-па. Повторяйте. Да, все правильно. Старайтесь не попадать по второй струне. Я чего залип, потому что думал, я ее все-таки прижимаю или не прижимаю. Я ее прижимаю, вторую струну на первом ладу, но стараюсь не цеплять. И мне это неплохо получается. Итак, слэп, выброс. Дальше. Та-па-та-там. Далее делаем вновь. После того, как сыграли бас вместе с киком, опять делаем выброс. По четвертый и третий открытым. И дальше делаем хаммер по первому ладу, по четвертый и третий струнам. То есть одновременно такой двойной хаммер. Атаковали и вновь сдвинулись в исходную позицию на второй лад. Переехали. Вместе с бас-бочкой. Итого у нас получился вот такой такт. И дальше, друзья, циклим это по кругу. Давайте соединим это. Повторяем. Но здесь уже начинаем, соответственно, не со слэпа, а просто со щипка. Пятый открытый бас, плюс четвертый, плюс третий. И все это тоже с киком. И опять повторяем выброс. Та-та-дам. Третий раз повторяем. И в четвертый раз играем бас-бочку, плюс пятый, четвертый, третий, соответственно, на тех же, на вторых ладах. Затем выброс. И дальше вот такая вот милая сбивка. Медленно ее попробую сыграть. Сейчас все расскажу. Итак, сыграли аккорд, затем выброс. Дальше, друзья, что делаем? Переносим сюда, собственно, руку в район 12-го лада. И делаем два вот таких вот хай-хета. Средним пальцем и указательным пальцем. Чтобы у нас получились такие звенящие звуки. После того, как это сделали, дальше, друзья, у нас с вами, нам с вами предстоит вот такой вот хаммер, тэппинговый, вернее, просто удар пальцами левой руки по вторым ладам. На шестой, на пятой, на четвертой струнах. Соответственно, средним безымянными мизинцами. Это третий удар по факту нашего хай-хета. Только чтобы его делать не правой рукой, а левой, мы, соответственно, делаем вот этот тэппинг. Зачем нам нужно разгрузить руку для того, чтобы сыграть дальше вот этот вот тэппинг слэп-флажолет? Вот этот слэп-флажолет мы будем делать по 12-му ладу. Ну, соответственно, отсчитываем 12-й лад от каподастро. И того получилось. Вот так вот, в район, вот сюда вот бейте по 12-му ладу. Соответственно, 12-й отсчитываем от каподастро. И того получилось в этом такте. Sorry. Не сказал, что после того, как вы сыграли вот этот вот указательным, затем тэппинг, нужно еще доставить указательный палец на третью струну, на первый лад. Таким образом. Потому что аккорд Е у вас должен получиться, и вы его просто выбиваете вот здесь вот этим вот перкуссионным флажолетом. Вот такая сбивочка. И того надо все это дело теперь в темпе сыграть. Медленно. Раз, два. Сначала, конечно же, отдельно отрепетируйте сбивку. Попробуйте потом ее вставить. Восьмой этап. Раз, два. Я надеюсь, что вы с этим справитесь, друзья. У нас есть вступление. Идем дальше. Самая основная часть – это припев. Итак, давайте послушаем, как всегда, традиционно, как она звучит. Играю специально вам ее медленно сразу же, чтобы вы представляли, что у нас тут с вами ждет. Итак, мы с вами закончили, собственно, вот этой сбивкой. Есть время опять занять позицию. И начинаем опять же, друзья, с этой позиции аккорда АМ. Вернее, АМ без терции. Ну, вернее, прижимаем четвертую струну и третью струну на втором ладу. И работаем вот с этой квинтой. Опять же, слэп. Слэп вместе с кик, с бас-бочкой. Затем выброс. Я подробно не остановлюсь на этих приемах, друзья, потому что уверен, что если вы взялись за эту аранжировку, то вы уже умеете играть и слэп, и бас-бочку. Если же нет, поищите аранжировки попроще. Там я эти приемы все подробно разбираю. Ну, или добро пожаловать на курсы антимузыкалка, где мы подробно с каждым из этих приемов работаем. Целые модули, связанные с перкуссией, друзья. Подробнее ссылочка в описании курса антимузыкалка. Совсем скоро будет новый набор. Итак, сыграли слэп плюс кик. Затем выброс, опять же, по четвертой, третьей струной. Далее. Вот такая вот у нас история. Сейчас добавится у нас мизинцем прижатая вторая струна на третьем ладу. Итак, после выброса, смотрите, что делаем. Мы играем четвертую струну на втором ладу, соответственно. Тут все остается неизменным. Вторую, четвертую, вторую, четвертую и пятый бас вместе с бас-бочкой. Вот в таком ритме. И дальше добиваемся это дело выбросом по аккорду АМ. Отпускаем мизинец и, соответственно, играем выброс по четвертой, третий и второй. Вторая уже будет прижата, соответственно, указательным пальцем на первом ладу. То есть мизинец отпустили. Еще раз. Думаю, что здесь справляетесь. Вот в этом сложность. Здесь должна быть очень расслабленная рука. Здесь несколько голосов. Можно было, конечно, проще, друзья, сыграть. Очень много таких аранжировок в интернете я видел, но я здесь решил сохранить вот этот вот еще один голос электрогитары. Это и есть как раз-таки он. Вот здесь его обрывки. Поэтому у нас здесь получается и бас, и перкуссия, и мелодия, и плюс еще вот этот вот голос аккомпанемента. Надеюсь, что самые изощренные из вас оценили сложность аранжировки. Тем не менее, давайте разбираться, как это сыграть. Слэп, выброс, затем четвертая, вторая, четвертая, бас и выброс. Это я уже рассказал. И в конце, после выброса, по аккорду АМ, сыграли пятый бас. И того получилось. Медленно, пожалуйста. Я думаю, что здесь пока не сложно. Дальше, друзья, идем. Десятый такт. Здесь у нас новый аккорд появился. Занимаем позицию. Четвертая струна на третьем ладу. Третья струя на втором ладу. И вторая струя на третьем ладу также. Вот такими пальцами прошу вас прижать. Потому что указательное нам понадобится. И играем, соответственно, шестой открытый бас. Плюс бас-бочка. Затем четвертая, третья, вторая. Одновременно аккорд. Далее щелчок по басовым струнам. Затем будем играть вторую струну на первом ладу. Уже перешли. Соответственно, бизинец отпустили. И сразу же бас. Открытый шестой. Вот таким образом. Далее. Снова прижимаем вторую струну мизинцем на третьем ладу. И играем подряд вторую, четвертую, третью. И вновь играем выброс. Опять же, в выбросе у нас снова вторая струна на первом ладу. То есть мизинец отпускаем. Итого получилось. Думаю, что успеваете. После того, как это сделали, у нас еще остается шестой открытый бас в конце этого такта. Но здесь по дефолту как бы у нас одновременно с третьей струной на втором ладу перед выбросом должна быть бочка. Но, друзья, что-то мне подсказывает, что я ее в темпе не играю, потому что с ней довольно сложно. Хотя я могу ошибаться. Попробуйте. Если у вас хватит силенок, да, в темпе это сделать, то, конечно, здесь вот бочка должна быть. Ну, вернее, было бы здорово, если бы она была. Но, возможно, в темпе как бы это и Unreal. Я ее поставил, но я ее поставлю под сомнение здесь в разборе. Не знаю, играли ее в темпе. Сейчас не буду пересматривать. Можете вы посмотреть. В целом это реально. Попробуйте. Итак, друзья, десятый такт выглядит так. И давайте сразу же соединим с девятым. Дальше, друзья, переходим в одиннадцатый такт. И здесь нас ждет достаточно интересная позиция. Прижимаем вот такое хитрое баре на втором ладу. Баре малое, при этом у нас оно распространяется только на пятую, четвертую, третью струны. А вторая и первая должны быть открытыми. Видите, как я вот выгнул так указательный палец. При этом, обратите внимание, как запястье расположено. То есть нам вторая нужна будет открытая. Вот таким образом. И еще дожмем четвертую струну на четвертом ладу безымянным пальцем. Такая вот позиция. Играем пятую, четвертую, третью, вторую. Одновременно с бас-бочкой. Дальше играем выброс по четвертой и третьей. Дальше будем играть подряд. Вот такое вот сочетание струн. Дожали вторую струну на третьем ладу средним пальцем. И смотрите, что делаем. Играем четвертую на четвертом ладу, соответственно, вторую на третьем. Не буду говорить сейчас номера ладов, просто говорю номера струн. Четвертая, вторая, четвертая, вторая одновременно с пятым басом. То есть сначала 4-2, 4-2 с басом пятым одновременно. И еще бас-бочка. Вот так вот. Вот что у вас должно получиться. Очень неудобная позиция. Долго в ней, честно признаюсь, не выстоишь. Давайте еще раз попробуем. После того, как вы отыграли вот эту всю историю, нормально. Дальше, друзья. Мизинцем прижимаем третью струну на пятом ладу. И делаем выброс по четвертой и третьей струнами. И уже к этому моменту средним можно отпустить. И сыграть вторую открытую после выброса. И так получилось. Ну, такая вот история. Классно. В темпе это будет звучать просто великолепно. Очень достаточно несложно. Ну, хотя, конечно, разучивать это, безусловно, я уверен, непросто. Но в целом играбельно. И дальше переходим в 12-й такт. Что у нас было здесь, сейчас вспомним. Ага, здесь, друзья, предлагаю прижать шестую струну на втором ладу средним пальцем. Дальше дожать четвертую безымянным пальцем на втором ладу. И указательным пальцем третью струну на первом ладу. То есть аккорд Е. И играем одновременно шестую плюс вторую открытую. С бас-бочкой, естественно. Затем выброс. По четвертой, третьей и второй. Дальше, друзья, нужно ненадолго прижать, опять же, малое вот такое вывернутое баре. Ну, здесь, конечно, пальцы должны быть без костей в этой аранжировке. Итак, друзья, сыграли шестая плюс вторая с бас-бочкой. Затем выброс. Затем играем четвертую на втором ладу. Поджали вот так вот вторую струну на первом ладу. Малое баре вот такое вот выгнутое положили. Ненадолго совсем. То есть сыграли четвертую, вторую струну на первом ладу в баре. Затем опять четвертую и бас на втором ладу с бас-бочкой. Вот что у вас получилось. То есть та-та-та-та. Итого. И опять выброс по уже аккорду Е со второй открытой струной. Итого получилось. Открытое. Я сейчас буду вам называть состояние второй струны. Открытое, открытое. Закрыли. И опять открыли. После выброса сыграли снова, как всегда, традиционно бас в конце такта. Итого, друзья, у нас получился вот такой двенадцатый такт. И проверяем все наши четыре такта нашего припева. Вот такие четыре крутых такта, которые мы еще раз, похоже, повторим. Да, друзья, дальше следующее 14, 15, 16 мы просто повторяем. 13, вернее, 14, 15, 16. Итого у нас есть весь припев. И звучит он, еще раз покажу, вот так. Дальше, друзья, выходим вот в такую часть. Я ее назвал здесь Verse One. Но вообще с частями здесь большая путаница в этой аранжировке. Очень много частей. Реально много. Она очень большая получилась. Но вот эта вот часть со слэпами, она будет довольно часто повторяться. Поэтому сейчас ее один раз выучим. И потом будем спокойно повторять. Итак, друзья, давайте приступим. Семнадцатый такт. И начинаем мы традиционно с трех слэпов по аккорду АМ. Вернее, по усеченной пауэр-аккорду аккорда АМ-ля минор. А именно, четвертая струна и третья на втором. Прижали. И играем слэп по пятой, четвертой и третьей. Три раза. Ра-па-па. Ну, это типа у нас барабаны. Я думаю, что вы в курсе, что здесь происходит в аранжировке. Дальше, соответственно, у нас соло. Играем вторую струну на первом ладу. И сразу же делаем хаммер по третьему ладу второй струны. А затем возвращаемся пулл-оффом опять на первый лад. И еще раз играем вторую струну на первом ладу. То есть сделали хаммер, пулл-офф. И сыграли вторую струну уже пальцем правой руки. Итого. Обратите внимание, что после того, как я сыграл три слэпа, я все заглушил. Не сделайте вот так, пожалуйста. Не получится у вас того же эффекта. Должна быть тишина. То есть, смотрите, у вас сначала играет бэнд. Да-да-да. Потом солист. Что-то такое. То есть он это делает в тишине. Поэтому ваш бэнд должен молчать, когда солист поет. И наоборот, солист должен молчать, когда бэнд поет в этой части. Дальше по тому же принципу, друзья, идем в 18-й такт. Тут у нас другой аккорд. Аккорд F. Соответственно, шестая струна на третьем. Средним пальцем. Пятая на третьем безымянным. И четвертая на третьем мизинцем. Вот такая позиция. Здесь уже делаем слэп, соответственно, по шестой, пятой, четвертой. Я думаю, вы догадались. И опять играем соло. Здесь она начнется немножко с другой ноты. Она начнется с третьей струны на втором ладу. И сразу же нужно сыграть. То есть сыграли третью на втором. И сразу же сыграли вторую на третьем. Очень быстро. Та-да! Дальше делаем пулов на первый лад на второй струне. И опять сыграли пальцем правой руки вторую струну на первую ладу. Вот так. Там было. А теперь... И того. Ну, соответственно, после того, как я отыграл вот эти вот слэпы в аккорде F, предполагаю, что лучше указательным, свободным пальцем начинать третью струну на втором ладу играть. Вот таким образом я двигаюсь дальше. Девятнадцатый такт. Уже знакомая нам с вами позиция. Вот такая вот страшная убийственная. Вы можете поменять в целом здесь пальцы. Но мне удобно так вот по старой памяти ее прижимать. Вот в таком баре. Пятое на втором. Четвертое на четвертом ладу мизинцем. И третье тоже на втором с помощью баре. Ну и опять же, смотрите, как я делаю здесь три слэпа наших. По пятой, четвертой и третьей струне. И все, кстати, не сказал слэп. И вот в этой части мы делаем с киками. То есть с бас-бочками. Ну, то есть прям, чтобы мощно звучало, да? То же самое здесь. Слэп плюс кик. Я думаю, что вы справляетесь. Итак, друзья, тут очень важно в этом аккорде заглушить шестую струну, чтобы она не звучала. Поэтому постарайтесь прижать свое баре вот так, чтобы указательный палец глушил шестую в левой руке. И здесь вот такое соло. Тоже начинаем с третьей струи на втором ладу. Затем играем вторую на третьем. Быстро. Затем играем pull-off на первый лад. Дальше играем вторую струю на первом ладу. Просто пальцем правой руки. И играем pull-off на вторую открытую. Такая ритмика. И дальше двадцатый такт. Здесь такая вот барабанная сбивка, друзья. Давайте для начала разберем аккорд. Собственно, аккорд Е. Но учитывая, что у нас перестроенный шестой бас, мы играем шестую на втором. Прижимаем шестую на втором. Пятую на втором. Четвертую на втором. И третью на первом. Вот такая вот позиция. И, соответственно, работаем. Играем. Собственно, удар вниз. Причем, если вы это сделаете всеми пальцами, указательным, средним, безымянным, мизинцем. Получится такой эффект разгиада. Классный. Дальше кик бас-бочка. Итак, что делаем? Первый можно с прожимом, типа разгиада. Дальше бас-бочка. Снова этот же аккорд бас-бочка. Затем то, что мы с вами уже делали, нужно прижать вторую стрелу на первом ладу. Поэтому наклоняем нашу позицию для того, чтобы прижать вторую на первом ладу. Плюс, то есть малая баре. Указательным пальцем я прижимаю сейчас и третью на первом, и вторую на первом. Также бас-бочку после этого аккорда. И опять такой же аккорд. Е. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая. И опять бас-бочка. Итого получилось у нас четыре аккорда. После каждого играем кик. Раз, два, три, четыре. Друзья, не сказал, что очень важно стараться первую не цеплять во всей этой истории. Ну, потому что у вас мелодия на второй струне сосредоточена. Поэтому. Старайтесь. Вот таким образом это делается. То есть первую не цеплять. Итого, друзья, с 17-го по 20-й акк проверяемся. Супер. Дальше переходим в похожую часть. Это почти те же ноты, тот же смысл. Но, друзья, здесь есть важное отличие, которое не делают другие аранжировщики. Хвалю себя, но делаю я. Обращаю ваше внимание. Если раньше мы с вами играли три раза кик. Типа та-да-да, running high, ту-ду-ду. То теперь наш барабанщик, если вы послушаете внимательно оригинал, начинает играть снея, малый барабан, на вторую долю. И на четвертую. И это очень крутой эффект дает. Поэтому мы не можем пренебречь этим. Мы же с вами играем крутые аранжировки. И пишем крутые аранжировки. Поэтому, друзья, что делаем? Вместо трех киков, как мы раньше делали, мы ставим, соответственно, тот же аккорд. И смотрите, что делаем. Ударяем, соответственно, слэп вместе с кик. Затем играем просто кик без слэпа. Потому что этот эффект в целом сохраняется. Нам нужен здесь кик и запас, замах на выброс предстоящий, на снея. Итак, слэп плюс кик. Затем просто кик. Она же бас-бочка. Он же бас-бочка. И дальше выброс по четвертой и третьей струнам. С выбросом. Ну, то есть, со щелчком. И дальше, друзья, желательно все это дело снять сразу же, заглушить. Оставить, вспоминайте, место для вокалиста. То есть, я сразу же все это дело снимаю. Видите? Вот вправо заглушил струны большим пальцем. И влево заглушил. Тоже все отпустил. И того получилось. То есть, четко должны различаться. Ту-ту-та. Разные удары. Итак. Сыграли, соответственно, первые три элемента. Дальше играем. Такое же соло, как у нас было раньше. Начинаем с третьей струны на втором ладу. Затем вторая на третьем ладу. Делаем пуллов на первый лад. И вместо того, чтобы просто, как я раньше говорил, в конце сыграть вторую струну указательным пальцем. То есть, естественно, нам здесь нужно тоже на четвертую долю сыграть выброс. Малый барабан. Да? Поэтому будем играть выброс. Вот таким образом. То есть, нам нужно каким-то образом сыграть вторую струну. Но не просто ее дернуть, а при этом еще сыграть малый барабан. Поэтому, друзья, будьте добры, сыграйте выброс по одной струне. Это непросто. Как это сделать? Ну, просто прицельтесь, желательно. По второй струне можно изолировать рядом находящиеся струны левой рукой. То есть, мизинцем заглушить первую, чтобы она не звучала. Ну и, соответственно, каким-то попавшимся рядом пальцем средним можно заглушить третью. Вот так вот. Чтобы чистенько звучала только вторая, вместе с барабаном. И так получилось. То же самое делаем в следующем, 22-м такте. Также по аналогии. Вместо трех слэпов и трех киков играем слэп по аккорду, который вы уже знаете. Слэп плюс кик, затем кик. И выброс по пятой и четвертой струнам. Тоже непросто. И сразу же заглушили. Как только попали выбросом, сразу же заглушили. Да, снимайте вот эту всю грязь на третьей, второй, первой. Чтобы она не попадала вам в эфир, не засоряла. Так, дальше у нас соло. Опять же, начинаем с третьей струны. Идем на вторую. Третья струна на втором, вторая на третьем. Все то же самое. Только последняя нота будет не просто сыграна пальцем, а опять же со щелчком. Это единственное различие по сравнению с предыдущей фразой, где мы играли просто. Теперь нам нужно щелкать на последнюю ноту. И, соответственно, двадцать третий такт, тоже по аналогии. Та же позиция. Слэп, кик, выброс. И здесь, соответственно, мы играем третья, вторая. Затем пуллов. Дальше выброс по второй струне на первую моду. И пуллов на вторую открытую. И опять же та же сбитка. Вот такая вот у нас получилась часть. Супер, друзья. Ну и дальше последняя часть, жесткая, которую мы разберем, это так называемый прихорус. Да, непростая достаточно. Сразу предупреждаю, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем ее учить. Ладно, не отговаривай. Итак, друзья, прижимаем третью струну на пятом ладу мизинцем. И также третью струну на пятом ладу указательным. Вот такая вот растяжечка сразу же. И играем. Все тут практически будет сфокусировано на третьей струне. Очень много раз будем повторять третью струну в правой руке. Тут все в правой будет. Итак, играем третья плюс пятая с пятым басом. Затем сразу же пуллов на второй лад, на третью струне. Затем дважды третью щипаем и играем щелчок. Сразу же после щелчка опять зацепили третью. Затем еще дважды играем третью на втором ладу. Далее дожали средним пальцем четвертую на втором. И после того, как сыграли третью дважды, мы сыграли еще и четвертую на втором. Дальше играем одновременно пятую плюс третью. Вот таким образом. Дальше делаем выброс по четвертой и третьей. И заканчиваем все это дело пятым открытым басом. Итого. Дальше идем в 26 такт. Практически такая же позиция. Указательный палец продолжает стоять. Опять прижимаем третью струну на пятом ладу. И дожимаем плюс еще сюда новый бас. Шестой бас на третьем ладу. Вот такая растяжка. Все то же самое делаем, но только поменялся соответственно бас. И давайте еще раз проговорим. Пуллов, затем два раза, щелчок. Фактически все то же самое, друзья. Только у вас соответственно четвертая струя на втором ладу заменится на четвертую струну на третьем ладу. Безымянным пальцем будете ее прижимать. Вот такая позиция образуется. Играем дальше. То есть давайте все-таки проговорю еще раз. Играем третью струну на пятом ладу одновременно с басом. Шестым. Затем играем пуллов. Затем дважды третью струну на втором ладу. Щелчок. И опять сразу же третья. Затем опять дважды третья. Далее будет четвертая на третьем ладу. Сразу же здесь же безымянным пальцем. Затем третья плюс шестая. Затем выброс по четвертой и третьей. Ну соответственно на своих ладах. И бас в конце. Такая вот группа. Вторая половина такта. Ее очень хорошо нужно отработать. Ну и конечно же не одним пальцем, друзья. Очередуем здесь пальцы. В правой. Еще раз. Вот до такого состояния доводите. Медленно, но четко. Дальше, друзья, двадцать седьмой такт. Баре. Собственно, на втором ладу традиционно. Прижимаем пятую струну на втором ладу. И третью струну также. Будьте готовы, что у вас баре должна звучать. Ну и мизинец традиционно прижимает пятый лад на третьей струне. Вернее, третью струну на пятом ладу. И играем следующее. Бас пятый плюс. Третья, соответственно, традиционно. Дальше пуллов на второй лад. Опять же, третья струна на втором ладу дважды. Дальше у нас будет, опять же, щелчок без выброса. Сразу же после щелчка опять третья. Все то же самое, меняются только басы на самом деле. Дальше опять третья дважды. Опять же, четвертый после этого. Но четвертый уже будет на четвертом ладу. Безымянным пальцем. Дальше одновременно бас плюс третья. Затем выброс по четвертый, третий. И опять пятый бас. Вот такая вот история. И двадцать восьмой такт. Здесь просто долгоним одно и то же. Давайте разберемся. Прижали шестую на втором ладу средним пальцем. Третью на втором ладу мизинцем. И четвертую струну на втором ладу безымянным. И работаем. Сыграли шестую плюс вторую. Затем только шестую ссори плюс третью. Затем только третью. Далее выброс по четвертый, третий. Затем опять шестая, третья. Затем только третья. Затем дважды третья. Щелчок. И опять третья и бас. И того. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Еще раз. Ра-та-та-та-та-та-та-та. И того, друзья. Вот эти четыре такта. 25-28. Давайте медленно. Видите, я вас все-таки обманул. Другими пальцами я играю. После 27-го. Я выхожу на указательный на бас. Соответственно, безымянный будет прижимать третью струну на втором. И средний будет прижимать четвертую струну на втором лодун. Отлично. Есть четыре такта. Дальше, друзья. Еще четыре такта. И мы с вами спасены. Давайте посмотрим их. Супер. Давайте разбираться. Итак, опять же, традиционно занимаем позицию. Пятый и второй лоды на третьей струне. И здесь чуть-чуть другая ритмика уже. Играем пятую и третью традиционно. Затем pull-off. Опять третью. Сразу же после pull-off. Затем щелчок. Потом третья и четвертая на втором. Четвертую доставили средним пальцем. Дальше следим за движениями рук. Внимательно. Смотрите, произошла мягкая подмена. В аккорд АМ я вышел. Итак. Дальше прижмем вторую струну на третьем ладу. Затем играем четвертую на втором ладу. И тут вот дальше мы прижмем третью струну на втором ладу. И сыграем ее вместе с пятым басом. И все это с бас-бочкой. А, кстати, друзья, не сказал, что с 29-го такта у нас вступила уже бочка. Совсем не заметил. Смотрите, на первую долю. Еще раз давайте вместе с третьей струной на пятом ладу. Мы сыграли бас-бочку. Затем щелчок. Думаю, что с этим понятно. Первая часть 29-го такта. Окей. Еще раз. Дальше мизинцем сыграли вторую струну на третьем ладу. Дальше четвертую. Сыграли средним пальцем на втором ладу. Дальше безымянным пальцем дожали третью струну на втором ладу. И сыграли ее с пятым открытым басом. И вместе с бас-бочкой. Вот так вот мы незаметно подменили указательный палец, который у нас стоял на втором ладу, на третьей струне, на безымянный. Обратите внимание. Вот так вот незаметно, видите? И вышли в выброс по четвертой, третьей и второй струне на первом ладу указательным пальцем дожали вторую струну на первом ладу. Сделали выброс. И сыграли пятый открытый бас в конце. Вот такой интересный, классный такт. Если научитесь подменять так, то вообще цены вам не будет. Вот, очень тонкий такт. Следующий будет еще тоньше. Я надеюсь, что вы успеваете и понимаете. Давайте посмотрим. Здесь вообще высший просто пилотаж. Но в целом, когда разучишь это, получается очень легко. Мне очень нравилось, как это получается в темпе. Давайте разберемся. Итак, мы точно так же прижали исходную позицию. Пятый и второй лады на третьей струне. Бас, соответственно, шестой на третьем ладу. Вводные данные такие. Играем третью плюс шестую вместе с бас-бочкой. Затем пулов на второй лад. Третьей струной. Затем, соответственно, сразу же третья струна. И щелчок. Дальше. Играем третью на втором ладу. И четвертую на третьем ладу безымянным пальцем. Вот такая вот первая часть. Самое интересное начинается дальше. Мизинцем прижали третий лад. Вторую струну на третьем ладу. Сыграли, соответственно, безымянным пальцем в правой руке. Дальше сыграли четвертую на третьем ладу. А дальше вот подмена происходит. Опять же, смотрите, средний прижмет третью струну на втором ладу. А большой палец прижмет шестую струну на третьем ладу. То есть то, что раньше давил средний, прижмет большой, а средний пойдет туда, где раньше стояла указательная. Смотрите, медленно. Вот таким образом. Итак, еще раз. Вот вы закончили первую часть такта в такой позиции. Сыграли мизинцем вторую на третьем ладу. Затем четвертую на третьем ладу безымянным. Затем. Собственно, затем уже вы играете третью на втором ладу средним пальцем прижато. И шестую одновременно с третьей. Шестая прижата на третьем ладу большим. И все это с бас-бочкой. Ну и в правой руке, соответственно, безымянный, указательный, средний плюс большой. И дальше, друзья, отпускаем мизинец и прижимаем вторую струну указательным пальцем на первом ладу. И делаем выброс. И все. Как бы мы замкнули вот этот пируэт. Обратите внимание, медленно можете здесь замедлять. Ютюб. В какой момент происходит смена. И как она происходит. Видите, средний и указательный одновременно двигаются. Ну и после выброса, соответственно, мы сыграли, как всегда, бас шестой на третьем ладу. Дальше. Ну дальше в целом чуть проще. Все та же позиция, которую мы играли. Пятая, четвертая, третья, вторая одновременно. Я думаю, что вы ее узнали, не буду вам рассказывать уже. Бас-бочка. Дальше выброс по четвертой и третьей. Соответственно, здесь у нас вторая открытая. Будьте внимательны, да? После выброса играем, опять же, четвертую и третью одновременно. Дважды. Та-та. И после этого играем пятую и вторую открытую. Вместе с бас-бочкой. Дальше играем выброс. По четвертой и третьей. И затем играем третью струю на пятом ладу. И переходим в следующий такт. Вот так. И вышли в следующий такт. Шестая струя на втором ладу средним пальцем. Плюс вторая открытая. И все это с бас-бочкой. Дальше выброс по четвертой на втором и третьей на первом. Затем сыграли их просто пальчиками в правой руке. И все. И дальше играем. Играем следующее, друзья. Значит, удар по шестой, четвертой, третьей и второй. Вторая будет, опять же, дожата, как мы с вами ранее делали на первом ладу. Такое мини-барре. При этом пятая, почему не участвует в всем этом, она заглушена. Либо средним пальцем, либо безымянным пальцем. Это я про левую руку. Дальше делаем выброс по четвертой, третьей и второй. А дальше вот такой вот проходящий удар по открытым струнам. По шестой, пятой и четвертой. Ну, в целом его можно не делать. Это такой заход в динамике. Вы все равно его не заметите. Ну, он как бы есть все-таки. Да, он есть. По шестой, пятой и четвертой. Плюс-минус по открытым струнам. И дальше, друзья, после того, как вы отыграли, все, можно опять выходить на припев. Который, я надеюсь, вы благополучно разучили. Итого, друзья, давайте быстренько проверим наш прихорус. Вот, друзья, конечно же нужно довести. Вот этот прихорус разогнать его в темпе, пока работаете с ним медленно, пока у вас не получится круто. Ну, а дальше можно повторять в целом сколько угодно. Куплет, припев, вот эти вот части. В целом можете миксовать эту аранжировку. Ну, или становиться спонсором канала и разучивать полную. Она уже доступна для спонсоров. Друзья, вот таким получился разбор. Достаточно непростая аранжировка. Уверен, что придется вам попотеть. Ну, а те, кто все-таки ее разучат, отмечайте меня обязательно в Инстаграм. Выкладывайте самое лучшее исполнение. Я репощу себе в сториз. Друзья, это был разбор на Бегин. Канал Ваня Научи. Подписывайтесь, до сих пор не сделали этого. И увидимся с вами в новых видео. Всем крутого дня. До встречи на канале Ваня Научи. Пока.